хорошо себя чувствуют персики вот видите короткая обрезка даже и нормировать практически не надо так где-то тут что-то затесалось сегодня вторая часть вторая серия о формировке персика чаши но хорошо себя чувствует в моем саду не только персик но и кизил смотри какой урожай и крапива должна быть в каждом саду должна быть крапива очень полезный лист и семена крапивы виноград завязался отлично можно сказать вот он виноград на бисерипсы и какой урожай каждый год урожаи но ближе к делу о формировке персика сейчас я усядусь тут на камечку и так до формировка сразу же в год посадки можно в один прием сформировать чашу на персике но это редкость потом я скажу по разным причинам почему и конкретно моем случае поэтому в два этапа 1 весной а 2 поздней весной или ранним летом ну так как то я задержался с другими делами ничего конец июня тоже хорошо персик очень светолюбивое растение и чаша для него оптимальная формировка деревья вырастают невысокими солнечный свет поступает равномерно плоды хорошо окрашиваются набирают сахар оголяются медленнее что тоже несомненный плюс у чаши нет центрального проводника вот он удален и это видно хорошо вот видите срезан на пенек это первый и главный прием ранней весны удаление центрального проводника и надо чтобы был один ярус из 3-4 основных ветвей высота штамба на равнине 40-50 сантиметров а в горных районах на склонах тем более 60-70 вот это как раз тот вариант на первом этапе весной выбирают из пучка веток их там из питомника очень много 4-5 более менее развитых и хорошо расположен а на втором этапе вот сейчас из них отбирает уже 34 основных но у меня тонкость такая из далеких краев приехал этот персик из неперсиковой зоны из воронежа хороший человек послал долгу мы не перед ним не останемся и вот несколько однобоким получились вышли побеги того года вот я их 4 оставил смотрите раз два они темные три и вот четвертый я его заранее удалил это не очень хорошее расположение не получается чаша какая-то она однобокая какое-то веретено поэтому на ваших глазах я принимаю вот такое решение удалить еще вот это выбившаяся из общего строя выбившийся побег и удалить ниже лежащие это побеги сигалета то есть они этим летом наросли и оставить два побега прошлогодних вот они темные раз и два и два побега сигалетки и только начало лета персик обладает огромной силой роста и я вам обязательно осенью покажу какая красавица получилась чаша чтобы крона была широко открыта должны вот эти выбранные побеги ветки будущие расти под углом примерно в 45 градусов тут пока нет этого это видно но за время вегетации удлиняться ветки и вы положиться у персика надо не допускать вертикальных побегов оголяются они значительно сильнее и быстрее да и в чаши они не нужны абсолютно проводники вот видите уже я показывал удален проводник и все остальные ветки сигалетки и прошлогодние тоже удалены на пеньки но я их сейчас подрежу будет пеньки там 3-4 сантиметра это очень важное правило обрезки у персика не на кольцо а на шип на следующий год шипы вот эти засохнут подкорочу я их сильно конечно размогнулся ну чтоб для наглядно было 3-4-5 сантиметра так вот на следующий год они засохнут затрамбируются и будут удалены вот оставшиеся оставляемые побеги я обрезал на три четверти это видно раз и два а вот побеги сигалеток сигалетнее я их присушу чуть позднее повторюсь персик обладает очень большой силой роста ну и подробно почему надо резать на шип было видео у меня на эту тему все дело в древесине она у персика мягко мнется и гниет и гниль это потом распространяется на смежные ветки чернеет эта древесина в общем неприглядная картина поэтому обрезка в два приема первый год на шип на пенек у меня персик весь в пеньках и в плодах желаю вам всего хорошего вот классика чаша посмотрите смотрите полезные видео древесина